В турнире за звание сильнейшего дракона из мультфильма «Как включить дракона» закончился первый круг. Драконы отдыхают и готовятся к новым битвам. А сегодня у нас будет товарищеский поединок вне турнира между двумя самыми большими драконами турнира. Два дракона-гиганта сойдутся в показательной битве. Они будут драться, не жалея своих сил и противника. И только ты в конце видео определишь победителя этого эпичного боя. Смотри внимательно и голосуй в конце видео. Представляю вам участников сегодняшнего боя. Красная смерть. Класс кочегары. Длина красной смерти 120 метров. Залп. Мощный столб огня. Температура пламени до 2000 градусов. Количество залпов не ограничено. Может летать. Имеет шесть глаз. Они увеличивают обзор, но в основном сзади и сверху. Впереди обзор меньше из-за того, что глаза располагаются сбоку. На хвосте костяная булава с шипами. Может подчинять драконов. Великий смутьян. Класс водные. Длина смутьяна 160 метров. Залп, вода и низкотемпературное дыхание. Только неизвестно, может ли он пользоваться ими по отдельности. Температура дыхания, судя по скорости замораживания воды, очень низкая. Самая низковозможная температура на Земле – минус 273 градуса. Количество залпов – восемь. Оружие для ближнего боя – бивни. Не летает. Может контролировать драконов. Еще совсем недавно здесь была жизнь. Сейчас это обуглившаяся безжизненная Земля. Большое поле боя. Между Красной Смертью и Великим Смутьяном – тысяча метров. Они ждут команды и готовы кинуться друг на друга. И вот старт боя. Драконы издают воинственные рыки. Цель – запугать противника, показать свою силу. Хотят победить еще до начала битвы. Они могут попробовать подчинить себе противника. Но раз у них есть способность подчинять, значит они умеют и сопротивляться подчинению. Уже сейчас кто-то из драконов может победить, запугав противника. Но они оба не из пугливых. Надо атаковать. Смутьян встает на задние лапы и задает воинственный крик. И устремляется на Красную Смерть. Красная Смерть пользуется своим преимуществом полета. Она высоко взлетает и летит на приближающегося Смутьяна. Она хочет атаковать своим мощным залпом с безопасного расстояния. А Смутьяну надо запускать лед в Красную Смерть. И чем раньше, тем лучше, пока она не окажется прямо над ним. Стрелять вертикально опасно. Ледяные глыбы вернутся обратно на землю и нанесут урон самому Смутьяну. Слишком высоко летает Красная Смерть. Драконы не могут достать друг друга залпами. Дальность залпа у драконов примерно одинаковая и где-то в районе 200-300 метров. Красная Смерть потихоньку снижается и старается быть прямо над Смутьяном. Смутьян же пытается маневрировать, насколько позволяют его размеры. Оба дракона действуют аккуратно. Кто совершит ошибку, тот проиграет. Смутьян иногда резко встает на задние лапы и выпускает на Красную Смерть свой залп. Ледяные глыбы не долетают. Красная Смерть может взлетать высоко в небо и прятаться в облаках. А потом неожиданно вылетать на Смутьяна оттуда, откуда он не ждет атаки. В этом бою воздух-земля Смутьяну достаточно одного точного попадания, чтобы победить в этом поединке или хотя бы ранить Красную Смерть и перевести битву в ближний бой на земле. Но Смутьяну надо беречь свои залпы. Их всего восемь, а у Красной Смерти не ограничено. Когда залпы закончатся, придется надеяться только на свою маневренность и на свои бивни. Красная Смерть, если и конечно хватит ума, может специально подлетать поближе, чтобы заставить Смутьяна использовать все свои залпы. На этом этапе бой может закончиться победой одного из драконов. Либо лед проткнет Красную Смерть, либо Смутьян сгорит под напалмом Красной Смерти. Но бой продолжается. Красная Смерть понимает, что атаки с воздуха неэффективны. Надо переходить в ближний бой. Красная Смерть спускается на землю. Драконы выжидают. Кто же первый начнет атаку? И вот Смутьян кинулся на Красную Смерть. Задача проткнуть соперника своими бивнями. Красная Смерть навстречу выпускает свой огненный залп. Смутьян не обращает на это внимания. Своим ледяным дыханием уменьшает температуру огня и как щитом спасается от залпа Красной Смерти. Кожа Дракона выдерживает недолгое действие огня. И вот противник уже рядом. Смутьян немного отклоняет голову и наносит сокрушительный удар бивнями. Мимо! Красная Смерть успевает увернуться. Взлетает в воздух и обрушивает на голову Смутьяна всю мощь своего залпа. Смутьян не ожидал такой прыти. Он резко встает на задние лапы. Раздается оглушительный свирепый рев Дракона. И тонны ледяных глыб летят в Красную Смерть, от которых увернуться не так-то просто. Но Красная Смерть уворачивается. Резко кидается на Смутьяна и бьет своим хвостом булавы в тело Дракона. А бивня Смутьяна ранит саму Красную Смерть. Драконы отлетают друг от друга. Они оба ранены, но битва продолжается. И сейчас ты можешь прекратить этот бой. Им еще понадобятся силы в турнире. Отдай победу одному из Драконов, или пусть они разойдутся миром. Оба Дракона сильны, поэтому легкой победы не будет. В правом верхнем углу, куда указывает Красная Стрелка, есть вот такой значок. Жми на него и голосуй. От тебя зависит, кто сегодня покинет поле боя победителем, и кто уйдет побежденным. Со следующего боя начинается второй круг турнира. Драконы сойдутся в схватки, чтобы определить сильнейшего. Подписывайся на канал, смотри битвы и голосуй за самых сильных Драконов. На сегодня это все. Всем пока.